Круассаны, вроде бы, придумали во Франции, как, например, и импрессионизм. Однако вот круассан с вареной сгущенкой внутри мог родиться только на советской кухне, а в весенних натюрмортах, например, Гребаря, заключен дух настоящей русской природы. Я думаю, неважно, где появилось зерно, метода приема или целого направления, оно совершенно по-разному и очень уникально прорастает на национальной почве. Привет! Я Дарья Волкова, и больше всего на свете я люблю выпечку и русское искусство. И сегодня я отыскала для вас такой советский альбом, который посвящен творчеству художника Мартира Сосарьяна. Он родился в Ростове-на-Дону, учился в Московском училище живописи, вояне и зодчества. И в начале нулевых годов XX века, побывав на своей исторической родине в Армении, он влюбился в эту страну и, в общем-то, посвятил всю свою жизнь воспеванию красоты ее природы. Сарьян, как и многие другие художники, вдохновлялся культурой Востока, а не Запада. Поэтому, хотя он бывал и в Париже, и даже прожил там некоторое время, больше он путешествовал именно по восточным жарким странам. Ну, например, был в Турции, в Египте, в Иране и так далее. И работа, которую мы с вами увидим сегодня, как раз относится к одной из таких серий, написанных по мотивам его путешествий. Она называется «У колодца в жаркий день», и написана она в 1908 году. Интересно, что для того, чтобы передать атмосферу жаркого, по-настоящему знойного дня, в центр композиции Сарьян помещает пятно тени. Ну, даже два крупных теневых пятна. Это крона дерева и, собственно, тень, которую она отбрасывает на землю. Он играет на контрасте, показывает зрителю вожделенную тень, чтобы мы еще больше почувствовали, насколько жарко снаружи. Действительно, солнечный свет, он тяготеет к теплым оттенкам, а тень, по законам живописи, пишется в оттенках холодных, противоположных цвету солнца. Но Сарьян здесь гипертрофирует насыщенность этих цветов, скажем, выкручивает ручку на максимум. Тень у него получается ярко-синяя, а солнечный свет, ну, совсем уж ярко-желтым. Он отводит такую значительную роль этому цветовому контрасту и так смело располагает большие цветовые пятна в композиции, что действительно хочется сравнить его с Матиссом. Но он в своей работе еще усиливает восточный колорит, нанося краску такими отдельными мазками кисти наподобие орнамента. Вот посмотрите, особенно это заметно на кроне дерева, которое стало похоже буквально на расписное блюдо какое-то. И также декоративно он решает ствол дерева. Во-первых, ствол дерева, кажется, должен быть освещен солнцем, но он нам помещает его как будто бы в контражуре, как будто бы источник света находится позади него и выявляет вот этот силуэт дерева со всеми его веточками. И вот этот темный силуэт он покрывает таким тоже своеобразным орнаментом, такими синими и желтыми полосами. В этом пейзаже натурные впечатления сплетаются с декоративными приемами. Реальность сплетается со сказкой. Недаром вообще одна из серий работ Сарьяна так и называется – «Сказки и сны». И этот пейзаж тоже как будто бы собирательный образ такого загадочного сказочного Востока, как будто бы иллюстрация к «Тысяче одной ночи». А еще обратите внимание, пространство в картине кажется обычным. Есть верх и низ, есть классическое деление на три плана – передний, средний и дальний. Но нету линии горизонта. Вместо этого сразу за линией белых вот этих домиков как будто бы размывается все пространство. Такими длинными мазками Сарьян создает как будто бы вихрь, как будто, знаете, дребезжание воздуха на жаре. И это еще один намек от художника, что все происходящее возможно просто мираж. Вот и девушка, кстати, у этого самого колодца тоже кажется какой-то призрачной. Немножечко растворяется в этом пятне тени. Чего нельзя сказать о животных, которые находятся на солнце. Они как раз наоборот выглядят очень объемными, очень настоящими, очень контрастными. Вот это сочетание фантазии сказочника и внимательного наблюдателя натуры. Сочетание контрастных цветов, очень насыщенных, и декоративной обработки цветового пятна, такой декоративной, почти орнаментальной манеры нанесения краски на холст. Все это фирменный почерк Мартира Сосарьяна. А он, в свою очередь, создает для нас тот волшебный, неповторимый образ природы Армении, который способен влюбить в себя зрителя буквально с первого взгляда. На этом у нас сегодня все. В следующий раз будут новые плюшки и новые картины. Пока-пока!